Девушки отдыхают В нужные моменты может забить, отдать передачу. В общем, очень талантливый хоккеист, который приносит пользу команде в каждой игре. Воспитание как барса 26-летний нападающий Александр Кулинистров в этом сезоне снова в родном клубе. Это уже второе возвращение из НХЛ. Практически та же команда, те же ребята, там точно были разные обмены, тренерский штаб чуть и поменялся, но был тренер тот же, так что особо, я думаю, не поменялось. Вакбарс Бурмистров приехал из Ванкувера. В последнее время его заокеанская карьера складывалась не лучшим образом, и он и решился на кардинальные перемены. Поменять что-то, вернуться туда, где я начинал, и попробовать все заново. Для Бурмистрова хоккей – дело семейное. И играет в родном городе, и профессию отца позаимствовал. Меня поставили в три года на коньки, потом я всегда ходил на хоккей, но ни одной игры не пропускал никогда. Но как-то мне все нравилось, интересно, дома играл в хоккей, все палы, наверное, испортил. В 2005 году в Казани собралась по-настоящему звездная команда. Житник Хабибуллин, Каспаратис, Ковальчук, Морозов, Ковалевли, Ковальде. Молодой Александр Бурмистров все время проводил на арене, наблюдая за их тренировками. У меня даже вопрос не стоял, чтобы я шел в школу. Я оставался всегда смотрел, как они тренируются. Был у него и любимый игрок. Так как я центральный нападающий, в той команде был Серега Зинаев, так что вопросов даже не стояло. Ну а прям, чтобы кумир был, не был, наверное, просто восхищались игрокомандой, как они показывали, какую игру. Приятно было смотреть. 18-летнему парню пробиться в состав Акбарса, ставящего перед собой только высокие задачи, было практически нереально. Поэтому в 2009 году Александр отправился за игровой практикой за океан. Это довольно-таки легкое решение, потому что меня задавтовали в Венеорскую лигу. В 17 лет в КХЛ, в Акбарсе именно пробить состав, нужно довольно-таки хорошо себя показать. Я приехал вообще не зная языка. Познакомился со всем руководством, с тренерами, с игроками, и они мне там научили пару плохих фраз. И сказали, на следующий день придешь, подойдешь, когда здороваться с тренерами, нужно сказать какую-то такую фразу. Я не понимал, что произошел, сказал. Было весело. Они все тоже знали то, что я даже не знаю, о чем я говорю, но все посмеялись. В декабре 2017 года Бурмистров вернулся в Россию. Регулярный чемпионат его команда закончила на первой строчке Восточной конференции. А сейчас играет в финале Кубка Гагарина с ЦСКА. В Казани всегда был коллектив. Все за счет коллектива. Всегда дружная команда была. Не было никогда кого-то одного или двух ребят, которые от коллектива как-то отходили. Тем более пришли такие люди, как Андрей Марков и Дани Зарипов. Все ребята смотрят на них и равняются. Просто, ну, таких людей нужно слушать. Они тебе плохого не посоветуют. Все смотрят на Акбар, все думают, что мы не улыбаемся, ходим все злые, кого-то нам запрещают это все делать. На самом деле у нас очень весело в раздевалке. Бурмистров с удовольствием общается с болельщиками и открыт в социальных сетях. Я считаю то, что Инстаграм у спортсменов – это для болельщиков. Чтобы люди видели, чтобы мы с ними делились. Просто очень много болельщиков, которым интересно, как живет то или иное человек. Я как-то никогда не думал, что закрыть страницу, что у меня там ничего такого нет. Как-то в СМИ про Александра написали, что он потерял интерес к хоккею. Игрок с этим категорически не согласен. Я этого не читал, но мне про это рассказывали. Но я не понимаю, когда люди говорят, как ты уезжаешь в Северную Америку, про него говорят, что он потерял интерес к хоккею. Как-то странно, мне кажется, зачем он туда поехал. Да, ну вот я, поэтому мне непонятно этого. У меня такого никогда не было. Хоккей всегда во мне, в моем сердце. Я обожаю приходить на работу. В 2015 году Бурнистров уже играл в финале Кубка Гагарина. Тогда Акбарс в пяти матчах уступил как главный трофей. То поражение для казанцев – отличный мотиватор в нынешней финальной серии. Тот, кто тогда наблюдал за триумфом соперника, ни за что не захочет испытать чувство жесточайшего разочарования вновь. Хочется выиграть Кубка Гагарина. Увидели Кубок, конечно, после этого еще больше захотелось выиграть. Будем выходить, работать, показывать хорошую игру. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА